не знаю понятно ли я выражаюсь говорить мать но это то что я почувствовал очень-очень ясно но это невозможно почувствовать пока в тебе присутствует физическое эго ведь физическое эго имеет чувство собственной значимости но с исчезновением физического эго на полностью исчезает когда она исчезает появляется ясное восприятие что вмешательство или проявление истинной божественной вибрации не зависит от присутствия твоего эго не от индивидуальности человеческой или индивидуальности нации вот она зависит по от определения или от определенного расклада клеток материи которые есть скопление особо благоприятные для совершения трансформации так вот о чем она здесь вы тесте подытожить то что она здесь сказал вроде бы совсем непонятно так вот она говорит что по ее мнению процесс вот этой супер ментальной трансформации то есть изменение нашего сознания в матерь зависит лишь от расклада благоприятный расклад тот нас формация не только возможно но и неминуемо то есть если ты готов к духовной реализации то есть ты имеешь ну некий внутренний источник приемник благодати то тогда все что будет с тобой происходить она будет происходить так как должно быть если у тебя нет этого приемника если он не созрел если он находится под спудом и готова тогда бесполезно не какая трансформация с тобой не произойдет вот я думаю что если вы все-таки ну собрались здесь допустим или были в поисках чего-то что от вас ускользала значит вас есть духовный талант наверное вот человек который имеет духовный талант от как раз тот человек в котором есть определенный расклад внутренний или склад внутренних который способен при открытии божественной силы реализоваться вот в новом качестве если нет сердечного стремления то человека можно посадить на метод можно эксплуатировать какой-то метод там медитация не знают она с формации всякие таскать психотехники что толку никакого не будет можно только повредить психику понимаете но если вас есть духовный талант и он готов к реализации вас будет все понимаете да а духовный талант это человек который ищет начинает искать не просто искать там чудеса какие там творить так энергии открывать а ищет вот так даже не знает что вот что-то внутри готова проявиться он не поймет чем готова проявиться или где-то стеснение в груди вызывает вот это как раз человек который имеет духовный талант и реализация духовного таланта это единственно возможный выход который в общем для этого человека существует если он не будет это реализовывать то беда ему то человек с тонким складом психики человек который имеет от рождения духовный талант и не реализует этот талант то и человек подвержен бедам постоянные проблемы с юного возраста с молодости это факт тут закон духовной эволюции когда просто когда просочившегося количество новой вибрации будет достаточно чтобы его можно было почувствовать мы может быть очень удивимся однако у меня такое ощущение очень острое что этот феномен происходит все время постоянно повсеместно крошечными дозами микроскопическими и при определенном стечении обстоятельств или условий видимых условий что-то вроде набухание светом количество просочившейся массы хватит что произвести то что нам покажется чудом но в мире постоянно все время все время безостановочно микроскопическое количество лжи замещаются вибрациями света так вот она здесь о чем говорит и с ней нельзя не согласиться что вот проявление новой жизни или квантовый скачок эволюции готовится загодя то есть постепенно постепенно в старый мир пронизанная вибрациями лжи микроскопическими порциями новая жизнь вот вибрации новой жизни впрыскиваются что каким-то образом понимаете но для этого должны быть носители новой жизни носители этих вибраций приемники то есть наш с вами задача ну стать светильниками духа не слабая задача не в это думаете что светильники духа должны появиться и родиться где-то там тип серафима саровского откуда с афонской горы пройти с неба упасть кроме нас никто не может ты бы больше сознательной духовной эволюции стать такими светильниками никто в это вы понимаете или нет не перекладывайте проблему на плечи других то есть берите на себя ответственность то что работа на пути сознательной эволюции это большая ответственность перед господом прежде всего то что стать светильником духа от ним то что возгодится я светильник духа вас никто не не это самый не просят объявлять себя значок там я светильник духа там по-английски еще напишите ты ходите с этой блямбой сейчас же пишут всякие значки страшные там я такой-то я сякой то просто вы должны тихо из подвольт вот становиться тем кем вы должны стать для того чтобы вибрации новой жизни нового мира они определяли уже в человечестве его будущее это должны быть носители этих вибраций то есть заразители пространства микроскопическими дозами заразители пространства новой жизнью новыми вибрации то есть мы должны этой благодатной заразой стать ведь какая ответственность не просто поиграть вот в эволюцию косметические себе ремонтика устроить нет мы встраиваемся с некоторых пор в общий эволюционный процесс встраиваемся то есть становимся проводниками новой жизни божественной воли по горизонтали уже в земном человечестве вот эта ответственность то есть начинаем мы вроде как для себя ну так получается правильно для себя не глядя ни на что мы занимаемся собою но до поры до времени вот это занятие собою когда уже доска что-то состоялось поэтапно в нашей духовной эволюции она уже начинает распространяться и по горизонтали точно уже становимся проводниками вот этой высшей воли и вибрации новой жизни уже по горизонтали земное человечество но напитывается вибрациями новой жизни то есть люди которые являются проводниками вибрации света они находятся на самом острие божественной эволюции то есть на передовом рубеже вот этой решающей битвы сил света с силами тьмы или неведения вы же видите эти силы тьмы не что же концентрирует смотрите-ка какая активизация идет для того чтобы их нейтрализовать и каким-то образом ну дать возможность свету в конечном счете возобладать нужны носители этой новой жизни так чтобы никто кроме нас этими носителями быть не может это все ждем чудо чтобы как самим устраниться косметически себя подремонтировать подкрасить подлокировать психику и ждать пока чет произойдет хорошего да нет вы мы должны выступить в качестве катализатора процесса рождения новой жизни именно катализатор знаете схеме катализатор реакции катализируется запускается идет процесс а катализатора могут быть только носителями вибрации новой жизни а еще иначе какой катализатор не трамп уже будет катализатором правильно или какой президент я не знаю вы это битва будет продолжаться до тех пор пока не покинет землю и не вознесется на тонкий план бытия последний носитель вот этих вибраций световать не случайно силу анафонский помните да был такой он сказал что мир будет стоять до тех пор вот человечество пока последний не переведется последний носитель духа вот если будет хоть один носитель духа то мир еще будет стоять когда исчезнет последний носитель духа вознесется уйдет земного плана туда-то-то до человечества но будет ну абсолютно бесполезно она перестает духовно плодоносить она и сама себя пожрет или вот состоится вот тот самый грандиозный квантовый скачок эволюции когда изменится материальной земли то есть пока человечество духовно плодоносит пока есть духовные плоды она будет стоять несмотря ни на что так что конца света не бойтесь он еще не скоро будет все от вас зависит как будете работать в этом направлении от нас с вами ясно так что сроки не кстати